Здравствуйте, я Глория Коплен. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова пастор Джордж Пирсенс из Международной Церкви Игл Маунтин. Спасибо тебе, Джордж. Ты проделал такую хорошую работу на тему процветания. Слава Богу, Глория. Слава Богу. Я принял вызов относительно процветания несколько лет назад, когда мы начали изучать эту тему. Я пришел к вам и сказал, Глория, эту тему процветания невозможно исчерпать. И вы сказали, давай попробуем. Мы все еще в этой теме. Сегодня 156-й день нашего изучения темы процветания. Мы проповедовали 156 посланий по процветанию. И 350 тысяч человек скачивали наши передачи, которые мы хотели сделать доступными для каждого, кто захочет их иметь. Удивительно, правда? Более 350 тысяч скачиваний. Это здорово. Если бы ты брал хотя бы по одной копейке, ты бы разбогател. 350 тысяч — это замечательно, правда? Разве это не дает тебе чувство благословения? Помогать и служить людям. И мы продолжаем это делать. 156 путей, которыми Бог дает нам преуспевание. Слава Богу. И все эти передачи, они в вашем распоряжении. Найдите их, скачайте их для себя, пересматривайте их снова и снова и снова. Все это для вас, чтобы вы могли изучать эту тему. И на прошлой неделе мы говорили и собираемся говорить на этой неделе о благословении Авраама. Слава Богу. Это одна из моих любимых тем для обсуждения. Благословение Авраама — это потрясающая тема. И Господь повел меня, говоря... Это большая тема. ...изучать благословение Авраама в 28 главе книги Второзакония, стих за стихом. И на прошлой неделе мы разобрались с 1 по 8 стихи. Вы можете вернуться и посмотреть эти передачи, повторить это для себя. На этой неделе мы будем разбирать с 8 по 14 стихи. В этой же главе в книге Второзакония, в 28 главе. Мы начали изучение с послания Галатам 3.13, которое является очень мощным местом Писания. Там сказано, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвую. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Послушайте, благословение Авраамова пришло на меня, пришло на вас. Распространилось на вас через Христа Иисуса, чтобы нам получить обещанного духа верою. Один только этот стих так много говорит. Да, действительно, правда. Очень много. Очень многое. Да. Слава Богу. Знаете, когда я впервые начал работать здесь в 1976 году, фактически, когда я слушал вас с Кеннетом еще до того, как пришел сюда на работу, это местописание было одним из главных мест Писания этого служения. И действительно является основой откровения об искуплении. Когда мы понимаем, от чего мы были искуплены. А проклятие — это заявление, которое обрекает кого-то на неудачу. Вот что это такое. Это верно. Это когда все, что только возможно, идет неправильно. Это заявление, которое востребует неудачу. Да. О, запишите эту фразу. Востребует неудачу. Оно востребует неудачу. Проклятие. О, да. Да. О проклятиях закона написано во Второзаконии 28 главе с 14 стиха до конца главы. Иногда я читаю именно их, перечисления этих проклятий. Вы скажете, Джордж, а зачем же ты читаешь эти проклятия? Потому что мне нравится видеть, от чего я искупен. Да, мне верно. Мне нравится видеть, от чего я был освобожден. И благословение Авраама — это одно из фундаментальных учений, которым вы с Кеннетом учили меня все эти годы. Благословение Авраама — наше. Мы высечены из скалы нашего отца Авраама. И мы имеем благословение Авраама на нас, в нас, через нас. Поэтому я посчитал, Глория, что было бы хорошо выделить эти две недели и изучать благословение Авраама. Давайте тогда сейчас перейдем к 28 главе Второзаконии и начнем сегодня с 8 стиха. Я прочитаю этот стих, потом вы прочитаете стих. И так мы прочитаем до этого 8 стиха с самого начала. Каждый раз, когда я это читаю, я что-то извлекаю до себя. На этой странице много написано. Конечно. Между прочим, я скажу, что я увидел Библию Глории и увидел все заметки, которые она делала на полях вокруг этой 28 главы Второзакония. Это копии ее Библии и записи к Второзаконию 28. Я включил их во все заметки. Если вы хотите получить Второзаконие Глории Коплэнд, то есть тезисы и ее комментарии, тогда вот что мы должны сделать. Послушайте. Это не значит, что я закончила. Конечно, вы не закончили. После этой передачи у меня могут поведать новые записи. Кстати, Глория, сегодня утром я встал рано и просматривал ваши заметки. Ты смог разобрать мой почерк? Да, смог. Мы это увеличили. Мы увеличили. Понимаю. До оригинального размера. Поэтому вот, пожалуйста, ваша копия. Так что у меня есть своя копия моих записей. У вас есть своя копия ваших же заметок. Добрый добрый ко мне, Джордж. На самом деле, это благословило меня. И вам следует уделять время, чтобы просматривать эти записи. Они совершенно выдающиеся. В процессе нашего изучения я упомяну некоторые из них. Но давайте. Вы читаете стих, я читаю стих, и мы дойдем до 8 стиха. «Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Хорошо, давайте Глорию. Теперь вы читаете 2 стих. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Слава Богу. Это наша часть. Исполнять это. И я говорила Джорджу и Кеннету, что нужно слушать Кеннета. Это такая забавная игра слов на английском. Меня это очень позабавило, когда я это заметила. «Слушайте Кеннета». Третий стих. «Благословен ты в городе, и благословен на поле». Продолжайте. «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов». Я пропустила стих? Нет. «И плод овец твоих». Слава Богу. «Или все ваше движимое имущество». Да. А поскольку мало кто из нас имеет овец, это означает, что благословение находится на всем, что у нас есть. На всем, что у нас есть. Все под благословением. Как вы только что сказали, «все движущееся». Мне нравится это. Ваш магазин, Ваша машина, Ваш брак. Все. Все. «Благословенны житницы твои, или твоя корзина, и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». Седьмой стих. «Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Семью путями. «Враги в бегство». «Враг в бегство». Мы обратили своих врагов в бегство. Сегодня мы изучаем восьмой стих. Восьмом стихе сказано. Это хороший стих. Да, это хороший. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих». Слава Богу. «И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Давайте рассмотрим это место Писания, Глория. Следите по своим заметкам. Мы будем разбирать это вместе. Во-первых, стих начинается тем, что тут сказано. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих». Посмотрите, внизу. Это хорошо. Я провел изучение. Житницы. Слава Богу. И по некоторым из этих слов можно увидеть кое-что. Например, слово «послать» на иврите означает «отдать приказ». «Был дан приказ благословить нас». О, мне нравится. Слава. «Был дан приказ издать указ». Как мы узнали, благословение — это заявление, которое позволяет кому-то процветать и быть успешным во всем, что они делают. Теперь мы это слышим. «Пошлет Господь тебе благословение». Аминь. Притча 10, 22. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Слава Богу. В Ботея 1, 28 Бог сказал Адаму «плодиться и размножаться, и наполнять землю, и обладать ею, и владычествовать над ней». Это благословение. И Бог провозглашал это благословение над Адамом. И здесь сказано, что Он пошлет тебе благословение в житницах твоих. Или храни лещах. Храни лещах. Мне нравится здесь твое определение. Давайте прочитаем им мое определение. Многочисленные места, где хранятся продукты и богатства. Это хорошо, Джордж. Это наше хранилище. Вот пример. Банковские счета. Хорошо. Инвестиционные счета. Всюду, где хранится что-то ценное. Ваш сейф, например. Да. Бог защитит и умножит то, что находится в этих хранилищах. Слава Богу. Такие хранилища были сараями, амбарами для зерна и подвалами, где они складывали свое зерно, вино и оливковое масло, сохраняя таким образом зерно от пожирания вредителями, а бочки с вином и маслом – от рассыхания и протекания. Мы просто должны увидеть благословение Бога, которое Он послал на наше хранилище. Глория, мои хранилища благословлены. То, что у меня там, умножается. Умножается и увеличивается, расширяется. Когда вы сеете, когда вы даете, ваши хранилища приумножаются и умножаются. Вы приносите десятину, и ваши хранилища приумножаются. Он послал благословение, то есть Он отдал приказ. И по-другому не будет. Не будет. Я благословлен, вы благословлены. Да. Вы благословлены, если ходите в свете этого. А те, которые критикуют нас относительно процветания и благословения, в котором мы живем, пусть себе критикуют. Понимаете? Да. Это такая маленькая цена за процветание. Это маленькая цена. Слава Богу. Во второзаконе 28.8 в одном из переводов сказано «Господь гарантирует благословение». Разве это не хорошо сказано? «И наполнит ваше хранилище зерном». Гарантирует. Аллилуйя. Гарантия от Бога. Слава Богу. И в этом комментарии, который я читал, автор сказал, «Все, что у вас будет, придет к вам по божественному назначению. К вам ничто не попадет случайно. Но все, как духовное, так и временное, придет по непосредственному распоряжению Бога». Что это? Это великолепное. Это Адам Кларк? Комментарии к Библии. Комментарии к Библии. Комментарии к Библии. Нужно достать вам код. Прекрасно сказано. Как хорошо сказано. Замечательные комментарии. Так что все, что у нас будет, придет по божественному назначению. К нам ничто не попадет случайно. Но все, как духовное, так и временное, придет по непосредственному распоряжению Бога. Так что на нас благословение по распоряжению Бога. Дальше там сказано. «Пошлет Господь тебе благословение во всяком деле рук твоих». Это хорошее место для бизнесменов. А тут сказано. Это из комментариев к Ветхому Завету в десяти томах. «Во всех твоих делах». Во всех твоих делах. Или во всем твоем бизнесе. Во всех твоих бизнесах. У нас тут в служении Кента Копланда есть бизнес. Так что во всем нашем бизнесе на нас благословение. Благословение на нас. Благословение на вашем бизнесе. На вашей жизни. На ваших детях. Благословение на всем, что вы делаете. И причина, по которой Бог приводит это для евреев, для израильского народа, заключается в том, что Он хотел, чтобы они избавились от менталитета нищеты, которую приобрели в рабстве в Египте. Менталитета недостатка. Да. И начали принимать менталитет изобилия, Божьего изобилия, чтобы они обновили свое мышление в отношении этой жизни в благословении Авраама, которое будет на всем, что мы делаем. Джордж, прочитай номер один. Прочитай это еще раз в свете того, что сегодня в новостях не говорят о благословении. Да. Не говорят. Они не говорят о преумножении, а говорят об упадке. Да, верно. Та проблема, эта проблема. Верно. Но сегодня мы не в новостях. Мы сегодня не в новостях. Мы сегодня в Слове Божьем. Да, мы в Слове Божьем. Так что прочитай это еще раз. Прочитай все. Все. Все, что вы предпринимаете, будет успешно и преуспеет. И снова я верю, что имея слово к кому-то Или ко многим людям, находящимся там У вас бизнес, и дьявол пытается разрушить его У вас какое-то дело, и кажется, что оно катится вниз Говорю к этому бизнесу И вы говорите к этому бизнесу Во имя Иисуса Воскресение, восстановление И прочитайте это местописание, 8 стих Что все, что вы делаете, будет процветать Хвала Господу И за благословение Господь пошлет благословение на все Пошлет благословение на все, что вы делаете Все Это значит буквально все Это потрясающе В Терзаконии 2.7 Слава Богу В одном из переводов сказано Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих Он заботился о тебе во время путешествия твоего по этой великой пустыне Эти сорок лет Господь Бог твой был с тобою Ты ни в чем не терпел недостатка Тебе чего-то недоставало? Не в Терзаконе 28 2.7 Эти сорок лет Господь Бог твой был с тобой Ты ни в чем не терпел недостатка Трудно попасть в более тяжелое обстоятельство, чем быть посреди пустыни Посреди пустыни Если бы не Бог Если бы не Бог Если бы не Бог И у них ни в чем не было недостатка Однажды я читал Хумаш И там сказано о мане, сходящей с неба И мне нравится, как размышляют евреи У них необычное мышление Они думают о благословении Они научены Они были так научены И вот в этих комментариях В Хумаше Один из раввинов написал так о мане, сходящей с неба Он пишет Когда манна сходила Сынам Израилевым нужно было всего лишь думать о том Какой она будет на вкус И тогда она такой и была Если они хотели, чтобы она на вкус была как сливки Я никогда такого не слышала Она была бы как сливки Если бы это было в наши дни Можно было бы сказать Когда вы получили манну Я хотел бы клубничное мороженое Да Джордж, это потрясающе Я никогда этого не слышала Откуда ты взял эту информацию? Из Хумаша Хумаша Что ж, это расширяет ваше мышление Относительно того, как Бог благ Слава Богу Второзаконие 12.7 Там сказано Ешьте там пред Господом Богом вашим И веселитесь вы и семейство ваше О всем, что делалось руками вашими Чем благословил тебя Господь Бог твой То есть благословение на всем, что делалось их руками На всем И это принадлежит нам Благословение Авраама принадлежит нам Благословение на всем, что делается нашими руками Если мы его принимаем Если мы его говорим Верим и говорим Если мы его берем Берем это Если мы берем это Оно на нас Потрясающе Оно на нас Это великолепное учение Псалом 1-2 стихи В одном из переводов сказано Благословенны все, кто боится Господа Кто почитает Господа Кто ходит Его путями Вы будете есть плоды трудов рук своих Благословение и процветание вам Я сейчас подумал о второзаконе 28 Где сказано о проклятии И провожу параллель Часть проклятия состоит в том Что ты засадишь поле Не будешь есть плодов Обручишься женой Не будешь с ней Это проклятие Когда у тебя что-то отбирается Иными словами Чтобы ты не делал Ты не получишь никакого удовольствия Радости, удовлетворения Не удовлетворение не в радости Но посмотрите на это На благословение Господне Ты будешь есть плоды трудов рук твоих Благословение и процветание тебе Слава Богу 89-й псалом, 17-й стих В одном из переводов сказано Да покажет нам Господь Бог наш Своё одобрение И сделает усилия наши успешными Слава Богу Это замечательно Здорово Давайте прочитаем последнюю часть Хорошо Он благословит нас на земле Тут сказано И благословит тебя на земле Которую Господь Бог твой Дает тебе В одном из переводов сказано Господь Бог твой Дает тебе землю И он обеспечит Чтобы ты был успешен Во всем, что ты делаешь Теперь, Глория, если вы не против Откройте, пожалуйста, Второзаконие 8 главу Книга Второзаконие 8 глава И тут есть одно местописание Которое я хотел бы рассмотреть Мы говорим о нашем благословении на земле А земля представляет все, чем вы занимаетесь Послушайте, мне это нравится Второзаконие 8.7 Ибо Господь Бог твой Ведет тебя в землю добрую В землю, где потоки вод И источники, и озера Выходят из долины гор В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы Смоковницы и гранатовые деревья В землю, где масличные деревья И мед В землю, где без скудости Будешь есть хлеб твой Слава Богу И ни в чем не будешь иметь Недостатка Слава Богу В землю, в которой камни, железо И из гор, которые будешь высекать медь И когда будешь есть и насыщаться Тогда благословляй Господа Бога твоего За добрую землю, которую Он дал тебе Он дал нам хорошую землю, Горя Слава Богу Но затем тут сказано Берегитесь Или будь осторожен Да, верно, верно Чтобы ты не забыл Господа Бога твоего Не соблюдая заповеди Его Совершенно верно Так что мы должны помнить, откуда приходит наше благословение Да Оно в соблюдении Его заповеди Если они не выполняли то, что Он говорил Они не могли получить благословение Фактически, если они не делали то, что Он говорил Они были под проклятием Верно? Да Хорошо подмечено, Глория Спасибо вам Что ж, в конце хочу упомянуть Бытие 26 главу И сеял Исаак в земле той И получил в тот год ячменя Во сто крат Во сто крат? Так благословил его Господь И стал великим человек сей И возвеличивался больше и больше И, как сказано в другом переводе Его богатство постоянно росло И вот почему я сейчас Говорю обо всем этом Посмотрите на состояние нашей земли и нашей страны сейчас Посмотрите на все, что происходит Верно На этот потолок долга, который постоянно поднимается Мы в первом царстве Мы живем в другом царстве Поймите, мы как верующие живем под благословением Авраама Когда у других бизнес приходит в упадок Ваш бизнес процветает Мы в другом царстве В царстве Божьем Верно Верно Когда вокруг вас бизнес приходит в упадок Как и с Исааком Когда в стране был голод Люди пытались сеять, но ничего не пожинали Он находился в этой засушенной земле Там был жестокий голод Но земля Исаака давала урожай Вот что мы подчеркиваем, Глория Мысль о том, что не имеет значения Как выглядит экономическая ситуация Наш участок земли всегда процветает Он всегда дает рост Он всегда преуспевает Стократный урожай был необычным для Герара Даже в более плодородных регионах Прибыль обычно составляла не больше 25 До 50 крат Земля Исаака была благословлена Богом Несмотря на серьезный голод В одном из комментариев сказано Имея здоровье и долгую жизнь на ней А также при изобилии всего добра Это была земля, в которой текли молоко и мед Вот еще одно Место из Хомаша Бог принесет благословение Просветания в Эрец Исраиль Чтобы купцам и инвесторам Не нужно было путешествовать за границу Для накопления состояния Так что не имеет значения, Глория Что происходит Какие вокруг события В эти последние 30 секунд Я как можно быстрее перескакиваю к Еремии В 17 главе Там сказано Благословен человек, который надеется на Господа 7-8 стихи Благословен человек, который надеется на Господа И которого упование Господь Ибо он будет Как дерево, посаженное при водах И пускающее корни свои у потока Не знает оно, когда приходит зной Лист его зелен И во время засухи Оно не боится И не перестает приносить плод Глория, это принадлежит нам Это потрясающе Тут не сказано, что засуха и голод не придут Тут сказано, что это не коснется Его Это не коснется Его Слава Богу Поэтому, когда мы слышим все эти плохие новости То происходит и это Мы молимся, потому что хотим, чтобы все были благословлены Но это не значит, что это коснется меня Потому что я в Царстве Божьем Мы в Царстве Божьем Мы сеятели, мы приносим десятину Мы благословлены Мы в благословении Авраама Что благословлено, не может быть проклято Верно Что благословлено, не может быть проклято Мы с Джорджем говорим о жатве Слава Богу Слава Богу Вас сто крат Да, верно Мы берем Мы берем это Мы берем все благословения Авраама Благословения Авраама наше На нас благословение Мы не можем быть прокляты Благословение на нас И мы не можем быть прокляты Но мы благословлены. Благословлены, благословлены. Я тут записываю. Благословение на нас. Мы не можем быть прокляты. Верно. Как вы получили благословение? Да. И что мы делали? Мы были послушны тому, что сказано в слове. Так вы получаете благословение. Да. Мы говорим о благословении Авраама, которое приходит на вас, и о том, как благословение Авраама становится живым. Вашей жизни. Галатам 3.13. Христос искупил нас, спас нас, избавил нас от клятвы или проклятия закона. В расширенном переводе сказано, освободив нас от проклятия, обреченности закона, сделавшись за нас проклятием, чтобы благословение Авраамова могло прийти на нас через Христа Иисуса, и чтобы мы получили все обещанное Авраамом. Так сказано в одном из переводов. Чудесно. Знаешь что, Джордж, я думаю, вот о чем. Тут не сказано, что благословение может прийти куда-то рядом, или быть где-то в воздухе вокруг нас. Верно. Тут сказано, что благословение на нас. У меня мурашки от этого. Здорово, Глория. Благословение на нас. И если я живу тут, то оно на мне тут. Если я перееду туда, оно на мне там. Куда бы вы ни шли. Повсюду. Будь то место, где благословение очевидно для многих людей. Или не проявляется ни для кого. Даже если вы единственный благословенный человек во всем городе, благословение будет идти с вами. И вы сможете делиться им с другими. Чтобы расширить. Благословение было на Адаме. Чтобы распространять и увеличивать сад в Эдеме. Это хорошо. И благословение на нас с этой же целью. Чтобы Эдемский сад утверждался и распространялся, где бы вы ни были. О благословении Авраама, как мы узнали, сказано в 28 главе Второзакония. И мы изучаем стих за стихом. Мы начали на прошлой неделе и продолжаем на этой. И вот сегодня мы будем рассматривать 9 и 10 стихи. Вы можете зайти на наш сайт и найти наши передачи в архиве. Это так хорошо. Просмотреть предыдущие передачи. Все это доступно для вас. Даже страницы из Библии Глории и записи Глории, в виде заметок, доступны. Это моя Библия с увеличенными записями на ней. Посмотрите на это. Я сегодня изучал эти заметки по Второзаконию 28. Слава Богу. И на сегодняшней передаче мы также включим ваши заметки по этой серии передач. Теперь вы автор комментариев. Автор комментариев Глории. Вы учитель Слова Божьего в ваших комментариях и в вашей Библии. Итак, давайте рассмотрим следующее. Давайте откроем Второзаконие, 28 главу. Мы читали с 1 по 14 стихи. А также мы читали Галатам 3, 13-14. Читайте это каждый день, чтобы двигаться вместе с нами в изучении этой темы. И сегодня мы переходим к 9-10 стихам. В 28 главе книги Второзакония. Второзаконие 28. Второзаконие 28, 9-10. Перед тем, как мы начнем, я должен еще кое-что сказать. Вы что-то сказали до начала передачи. Я собираюсь цитировать Глорию Копланд. Это новое высказывание от Глории. Глориизм. Она сказала, проклятие существует, и оно работает. Да. Аминь. Но у вас есть выбор. Это то, что сказано в Писании, во Второзаконии 30, 19, где сказано, «Во свидетели пред вами, призывая сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение, дающее возможность преуспевать. И проклятие, которое обрекает на неудачу. Избери жизнь. Мы должны выбрать. Мы должны выбрать. Слава Богу. Выберите жизнь. Выберите благословение. 30, 19? 30, 19. Слава Богу. Дабы жил ты и потомство твое, то есть твои дети. Итак, мы выбираем благословение. Слава Богу. Скажите вместе со мной. Я выбираю благословение. Я выбираю благословение. Благословение Авраама. Благословение Авраама. Мое. Мое. Сейчас. Сейчас. Хорошо. Джордж, я тут вставлю маленькое свидетельство. Когда мы с Кенетом начали узнавать истинные Слова Божьего. Ты знаешь нашу историю. У нас ничего не было. У нас не было своего дома. Мы жили в маленьком арендованном доме, обставленном подержанной мебелью. Да, да. И у нас вообще мало что было. И денег тоже не было. Верно. У нас не было зарплаты. Когда мы узнали о том, как ходить верой в Слово Божье. Слава Богу. Это все изменило. А когда мы услышали учение брата Хейгена о вере, мы приняли его. Да. И начали исполнять. Да. И у нас все пошло. А сейчас уже больше, чем 40 лет. Дальше, чем сыны Израиля выходили по пустыне. Верно. И мы благословлены. Да. Потому что мы приняли это. Любой может это сделать. Любой. Если будет слушаться Бога, исполнять то, что Он говорит, и ходить верой. Верно. Нам дается предложение. Бог не лицеприятен. Да. То, что Он сделал для Кеннета и Глории. Вы, старе, испытываете в своей жизни то же самое. Мы испытываем. То же самое. Ваши дети испытывают то же самое. Потому что они знают, как ходить в благословении. И именно благословение дает вам процветание. Глория, мы серьезно относимся к Слову Божьему. Эта семья серьезно относится к Слову Божьему. Поверьте этому. Я могу сказать о каждом члене нашей семьи. Это чудо само по себе. Келли со своей семьей. Джон со своей семьей. Наша с Терри семья. Все. Вплоть до внуков и правнуков. Это правда. Все они. Все живут по Слову Божьему. Мы с вами и Кеннетом были на собрании у Кейта Мура. В городе Сарасота, штат Флорида. И Филлис показывала небольшое видео. Джастеса. Да. Которое вам прислали Джереми и Сара. Он сидит и говорит и поет. Я исполнитель слова. Скажи им, сколько ему лет. Ему около шести лет. Более шести лет. И он пел. Я исполнитель, я исполнитель слова. Я исполнитель слова Божьего. То есть наши дети это приняли. Это правда. У них это есть. И у них это будет все дни их жизни. Это наша жизнь. Это моя жизнь. Я выбираю благословение на них. Я выбираю благословение. Я выбираю благословение. И я его выбираю. Хорошо. Это потрясающе. Давайте рассмотрим 9 и 10 стихи из 28 главы книги Второзакония. В 2 стихе сказано. Господь установит тебя народом святым для себя. Как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его? И увидит все народы земли. Видите? Им есть что увидеть. Верно. Увидят благословение. Увидят, что ты назван именем Господа. Как они это знали? Они видели благословение. И убоятся тебя. Иначе говоря, будут почитать тебя. Не будут мешать вам. Давайте рассмотрим. Это другой перевод. Но очень актуально. Это хороший перевод. Ты понимаешь главное. Понимаешь главное. Здорово. Давайте рассмотрим 9 и 10 стихи. Он начинает 9 стих со слова «поставить». Господь поставит тебя святым народом. Следите по вашим записям. Хорошо. Мы поняли. И смотрите. Слово «поставить» на иврите означает «поднять», чтобы создать мощный народ и вывести его на сцену. Да, будет. Слава Богу. Поставить. Потрясающе. Именно это Бог и делает. Он поднимает нас, чтобы мы стали мощным народом. Он выводит нас на сцену. На иврите сказано «народ, который отделен, посвящен, очищен и защищен от разрушения». Это хорошее определение. Я раньше его не слышала. Мы защищен. Мы защищены. Защищены. Иначе еще можно сказать, что мы защищены от проклятия. Защищены от проклятия. Проклятие приносит болезни, нищету, все плохое. Хорошо. Да. О, Джордж, мне это нравится. И тут сказано «Господь поставит тебя». Да. Он поднимет тебя. Безусловно. Он выведет тебя на сцену, чтобы ты стал святым народом, отделенным, посвященным. Слава Богу. Мы очищены. Мы защищены от разрушения. И я изучал ваши заметки в Библии, которые включены в дополнение к нашему учению. Просматривал их сегодня утром. И здесь, напротив девятого стиха, в ваших заметках написано. Хорошо. Святой народ равняется благословенный народ. Святой народ равняется благословенный народ. Это мощное предложение. Благословение Господне отделяет нас. Святой народ равняется благословенный народ. Еще одна заметка. Отделенная для Бога. Это к второзаконию 8.18, где сказано, «Он дает нам силу приобретать богатство, чтобы утвердить свой завет». Вы это вынесли относительно того, что мы поставлены Богом. Он дал нам силу приобретать богатство. Он это сделал, чтобы утвердить свой завет с нами. Да. Знаешь, если подумать, то живущие в бедности люди мало что могут сделать для распространения Евангелия. Они могут в нем ходить, возрастать в нем и так далее, но они не могут пустить это по телевидению. Они не могут печатать о нем книги, большинство из них. Финансы являются частью распространения Евангелия. Верно. Нужно оплачивать телевизионные счета, счета за радио, зарплату людям, оплачивать оборудование, грузовики и прочее. Все это. Это все нужно, чтобы исполнять то, что Бог призвал нас делать. И прекрасно то, что живущие в бедности люди могут узнать о благословении и прийти к тому, что они уже не будут жить нищете, и они станут богатыми сеятелями в Царство Божье. Спроси меня, откуда я знаю? Я спрашиваю вас, откуда вы знаете? Вы это знаете. Вы это знаете. Мы были в таком положении. Вы просто знаете это. У нас ничего не было. Во второзаконе 26.19. Также в ваших заметках Глории на первой странице сказано. Он заявил, что поставит тебя в чести, славе и великолепии. Выше всех народов, которые сотворил. И что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего. Это великолепно. Как он обещал. И потом мы слышали 1 Петра 2.9. Но вы род избранный. Царственное священство. Царственное священство. Народ святой, люди взятые в удел. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И это происходит через благословение. Это происходит через благословение. Слава Богу. Это потрясающе. Мы призваны из тьмы во свет благословения Авраама. Итак, в 9 стихе мы увидели, что Господь поставил нас святым народом для Себя. Как клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И затем в 10 стихе сказано. И увидят все народы земли, что ты назван именем Господа. Иными словами, это будет ясно видно. Это будет ясно видно, что мы названы именем Бога. Они увидят благословение. Есть одно место Писания. Давайте откроем его. Бытие, 26 глава. Немного поговорим об этом. Поговорим о благословении Господнем, которая видна на нас. Пока вы открываете это место, я сделаю одно утверждение. Что они в нас увидят? Что они увидят на нас? В одном из комментариев, которые я использовал, сказано. Они увидят, что нас называют Его детьми, Его народом, Его уделом и Его наследством. И они увидят, что они Его, а Он их, благодаря той заботе, которой Он о них заботится, благодаря обеспечению, которое Он делает для них, и защите, которую они от Него получают. Благословение, иначе говоря. Это и есть в ваших заметках тут. Прямо здесь, да. Хотел, чтобы вы это увидели. Потому что так важно, что они увидят на вас. Они увидят, что нас называют Его детьми, Его народом, Его уделом, Его наследием. И что они Его, а Он их. И что они на нас увидят. Он перечисляет три вещи. Да. Благодаря той заботе, которой Он о них заботится. Благодаря обеспечению, которое Он совершает для них. И благодаря защите, которую они от Него имеют. Все благословение на нас. Вот что они увидят. Вот что они увидят. Они увидят на нас славу Божью. Слава Богу. Слава Божью. Благодаря благословению, они увидят это. Благодаря благословению. Благодаря благословению. Это потрясающий перевод. Я верю в это. Я это вижу. Я раньше слышал это свидетельство о том, что благословение видно на нас. Помните, как Джерри Севейл говорил о том, как он был в магазине? Да. Они шли по этому моллу, по магазину. И одна женщина увидела, как от Джерри Севейла исходил свет. А вот еще случай. Знаете ли вы Лэри Джоу Райта? Он из нашей церкви. Он давно ходит в нашу церковь. Однажды мы с ним обедали в одном месте здесь, в городе. И он делился разными историями. Например, как он однажды был в ресторане. И к нему подошла одна женщина и спросила, «Вы случайно не служите?» Я помню, я слышала это. Он сказал, «Да, так и есть, я евангелист». Он сказал, «Я не знаю, что это, я ничего не знаю обо всех этих вещах, но от вас исходит свет». Слава Богу. Однажды я стоял в очереди в магазине «Маршаллс». Мы с Терри стояли в очереди, чтобы что-то купить. И перед нами стояла женщина. И перед ней стояла женщина. И та, которая стояла прямо перед нами, вывернулась, посмотрела на меня и спрашивает, «Вы пастор?» Она сказала, «Вы похожи на пастора». Разве это не удивительно? Потом она толкает локтем женщину, стоящую перед ней, которую она даже не знает, и говорит, «Посмотри на этого мужчину, он похож на пастора». Ну да, он похож на пастора. И они ходили там вокруг. Это нечто. И знаете, это видно на нас. Да, слава Богу. Благословение заметно на нас. В Бытие 26 мы читаем о том, что Исаак остался в земле Герар и сеял во время голода и продолжал переживать умножение. Тут сказано, что «и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». В одном из переводов сказано, что он возвеличивался быстро. Посреди всей этой засухи и голода он стал очень богатым человеком быстро. Живущие там люди завидовали ему, засыпали его колодцы. И тут сказано, у него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей и филистимляне стали завидовать ему. Они пытались уничтожить его. Они пытались засыпать его колодцы. И что делал Исаак? Он просто выкапывал другой колодец. Да. И стало ясно, что на нем благословение. Он просто продолжал пожинать и пожинать. И вот, Бытие 26. Я прочитаю из одного перевода. Бытие 26 глава. «Однажды пришел к нему из Герара царь Авимилех со своим советником Ахузафом и с Фихолом вы, начальником его. Зачем вы пришли сюда?» Это спросил Исаак. «Вы явно ненавидите меня, раз прогнали меня со своей земли». Они ответили, «Мы ясно увидели, что Господь с тобой». Благодаря благословению. Поэтому мы хотим заключить с тобой клятвенный союз. Давай составим завет. Мы хотим заключить завет. Поклянись, что не сделаешь нам зла, как и мы не коснулись тебя. Мы всегда относились к тебе хорошо и отпустили тебя с миром. А теперь посмотри, как Господь благословил тебя. Они увидели это благодаря благословению. Они это увидели благодаря благословению. Они сильно хотели быть в благословении. Так и было, Глория. Они хотели этого. Мы хотим этого благословения. И это возвращает нас назад, 10 стиху. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». Вторая часть нашей записи. Да. Здесь сказано. «Они увидят, что мы процветаем, увеличиваемся, переживаем умножение и ходим в изобилие Божьем во всех сферах нашей жизни». Второзаконие 28.10. В одном из переводов сказано так. «И увидят все народы земли, что ты народ, востребованный Богом». Благодаря благословению. Благодаря благословению. Благодаря проявлению хорошего в вашей жизни они это видят. И в сущности можно сказать, что они видят Бога. Они видят Бога. Они видят проявление благословения. Они видят проявление Господа в вашей жизни. И их это привлекает. Знаете, когда вы видите благословение, вы хотите его. «Впустите меня». Теперь у меня мурашки по телу. Когда они видят проявление благословения, они видят проявление самого Бога. И они этого хотят. Я не внес это в ваши записи, потому что сделал эту запись утром. Но в своих комментариях к своей Библии Глория Коплэн пишет, «Они увидят ваше благословение и процветание. Ваше благословение будет свидетельством и знамением». Верно. Совершенно верно. Знаете, когда вы начинаете свой путь в служении, как у нас, когда вас никто не знает, и в любом случае нет ничего хорошего, люди насмехаются над вами и порочат вас. Затем проходят годы, и проявляется благословение. И люди видят благословение. Они его видят. Не только на нас, но и на вас. Люди видят благословение, и они знают, что вы не умнее других, и мы не умнее других. Но есть в этих людях нечто такое, что они постоянно испытывают приумножение. В хорошие времена, в плохие времена. Верно. Они летят на всех парусах. Несмотря на обстоятельства, они через это проходят. Это свидетельство. И это побуждает людей больше узнавать о Слове Божьем. Посмотри, что сделал нам Господь. Аминь. Хорошо, у нас пару минут. Хорошо. Мы заканчиваем последнюю часть. Тут сказано, и убояться тебя. В одном из переводов бояться — это трепетать в благоговении. Благоговение, страх. Благоговение, страх. Почитание, уважение. Мы будем внушать благочестивый страх. Мы заставим людей удивляться. Иными словами, не мешайте Божьему народу. Мне это нравится, Джордж. Не мешайте моему народу. Оставьте их в покое. Итак, они будут в благоговении трепетать от нас. У нас осталось две минуты, и мы вышли на финишную прямую. Второзаконие 28.10 в одном из переводов звучит так. «Все народы на земле увидят, что ты живешь под именем Бога и будут относиться к тебе с почтительным благоговением». Благословение. Благословение. В Хумаше, в комментариях, которые я читал недавно, сказано. Из этого стиха очевидно, что будет естественно, что народы будут испытывать благоговение к народу, который настолько явно получает Божье благословение. Потому что это божественное изобилие будет свидетельствовать об имени, которое они будут на себе носить. У каждого народа будет свой Бог. Или набор верований. Это правда. Но все народы придут к пониманию того, что только Бог является источником всей силы и благословения. Даже той силы, которую они приписывают своим богам. Если это так, тогда народ, так близко связанный с Богом, будет внушать благоговейный страх другим народам. Сегодня утром я подумал вот о чем. Второе, Паралипоминон 9.3-4. Царица Савская. Царица Савская. Она пришла к Соломону. И сказано, что она посмотрела и увидела все, что было у Соломона. И она была вне себя, как сказано в оригинале. Дух покинул ее. Она упала в обморок. Это ее настолько потрясло, что она упала в обморок. Упала в обморок. Благословение было таким ошеломительным, что она упала в обморок. Да. Именно то. Мы не хотим, чтобы люди падали в обморок. Всякое место, на которое ступит нога ваша. В Таразаконе 11.24.25. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана. От реки, реки Ефрата, даже до моря западного. Будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Слава Богу. Глория, позвольте. Слава Богу. У нас осталось пару моментов. Вы не можете вернуться. Девятый, десятый стихи. Поставит тебя Господь народом святым для себя, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди. Господа Бога твоего, и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что ты назван именем Господа, и будут трепетать и поражаться тобой. Люди должны что-то видеть, когда видят Божий народ. Слава Богу. Благословение. Мы с Джорджем сделали, нас учит пастор Джордж, и это так хорошо. Слава Богу. Мы рады, что ты тут, пастор. Спасибо, Глория, что пригласили меня. Прилежный ученый. И спасибо за все эти годы обучения, которые вы вкладывали в меня. Я просто беру то, чему вы меня научили, и передаю дуги. Ты однозначно был хорошей почвой. Мы говорим о благословении Авраама. Галатам 3.13. Мы были искуплены от проклятия закона. В нескольких словах. Иисус искупил нас от клятвы, или проклятия закона. От проклятия. Слава Богу. Обреченности. Чтобы на нас могло распространиться благословение Авраама. Чтобы мы приняли все, что Бог пообещал Аврааму. И то, что мы делали на прошлой неделе, и на этой, вы можете посмотреть в архиве. Скачать для себя эти передачи. Воспользуйтесь этими материалами. Пересмотрите их снова, снова и снова. Изучайте эту тему вместе с нами. Слава Богу. И мы разбираем 28 главу книги Второзакония. С 1 по 14 стихи. Благословение. Мы за стихом. Изучая благословение Авраама. Оно принадлежит нам. Оно наше. Я кое-что должен сделать, потому что во время перерыва кое-что обнаружил. В 10 стихе. Я кое-что пропустил. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. Сегодня мы перейдем к 11 стиху. Но послушайте, что я нашел. В ваших заметках. Мы включим это в наши тазисы. Я увидел кое-что. Исайя 61.9. Там сказано. «И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». «Все видящие их познают, что они семя...» Это соответствует 10 стиху, где сказано. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе или что ты назван именем Господа». И как они это увидят? Благодаря благословению Божьему. Благодаря благословению окружающему нас. Которое на нас и в нас и вокруг нас. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Так, сегодня, Глория, мы переходим к 11 стиху. В 11 стихе сказано. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». Изобилие. «В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе». Иначе говоря, во всем, что их окружало, в их среде. Что их окружало? В их делах, в их среде. Знаешь, у нас с тобой нет скота, но у нас есть другие вещи, которые благословлены. Верно. Мы благословлены в этом. Давайте углубимся в это учение. Давайте рассмотрим это место. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». Да, даст. Посмотрите в свои заметки «Глория», и они вот здесь. Обратите на это внимание. Вот тут. Да. Здесь. Тут можно увидеть столько хороших вещей. За этим столом происходит много чего интересного. Хорошо. Мы сотворены Богом, чтобы быть полностью обеспеченными любыми возможными способами. Совершенно верно. Любым путем. Когда Он контролирует, снабжение потрясающе. Верно. И знаете, на небесах нет кризиса, нет упадка. Там никто не ходит голодный. Люди восхитительно одеты. Слава Богу. У нас, как сказано в Библии, дни неба на земле. И мы живем в благословении Божьем. Притча 10.22. Благословение Господне. Оно обогащает. Мне это нравится. И печали с собой не приносит. Богатство без печали. Благословение приносит богатство. Печаль в проклятии. Чему ты смеешься? Я подумал о книге, которую написал Питер Дэниелс. Вы помните Питера Дэниелса? Да, конечно. Как быть богатым, но счастливым. Как быть богатым, но счастливым. Извините, что перебил вас. Но это всплыло у меня в голове. Благословение Господне делает вас богатым. Благословение Господне. Жадность, наркотики, алкоголь, грех. Они могут себе это позволить. И чем больше греха они себе позволяют, тем им становится хуже. Мы, мы благословлены. Нам благословение печали не приносит. Нам благословение не приносит печали. Абсолютно никакой печали. И даст тебе Господь изобилие во всех благах. Изобилие на иврите означает избыток. Избыток. Мне нравится. Жизнь с избытком. Иметь больше, чем достаточно. Иметь излишек. Да. Еще. Евреи говорят. Достаток. Мне это нравится. Достаток. И при этом еще много остается. Слишком много. Слишком много. И при этом еще остается. Как там Кейт Мур говорит? Слишком много печенья. Что-то в этом роде. Слишком много печенья. Слишком много молока. Да. Слишком много печенья. Слишком много молока. Мне это нравится. И у вас в заметках написано сбоку. Много всего. Много всего. Достаток. И сказано, что Господь даст изобилие во всех благах. То есть, чтобы у нас было больше, чем достаточно, когда остается изобилие в благах. Слово «благо» на иврите означает процветание, богатство, хорошие вещи, красивые вещи, самые лучшие. Вот чего Бог желает для нас. Вот Его желание. И знаете, недавно брат Копланд учил здесь, в миссии Каната Копланда. И он говорил о том, как он хотел бы быть похожим на Бога. Быть таким же, как Бог. И Бог учит его. Учит его, каким он является. И он начал рассказывать нам о том, как Господь разбирался с ним, о его отношении к вам. Он такой добрый ко мне. И что когда он видит, что вам что-то нравится, он тут же идет и заказывает это по телефону. Он так сделал буквально несколько дней назад. В моем гараже кое-что появилось, потому что я сказала, мне это нравится. Я была в чьей-то машине и сказала, мне это нравится. Это как с Богом. Он такой добрый. Как с Богом. Бог добрый, Кеннет добрый. И Бог дает вам изобилие во всех благах. Дает процветание, богатство, хорошие вещи, красивые вещи. Да. Самое лучшее. И знаете, я добавил сюда пару мест Писания. Благо, это как раз и есть все эти вещи, которые ты назвал. Бог любит давать вам процветание. Бог любит давать вам процветание. Разве тебе не нравится делать своих детей процветающими? Да. Разве ты не получил удовольствие, когда впервые подарил одному из своих детей машину для пользования? Джереми был вне себя от счастья. Он потерял дар речи, потому что он собирал деньги на машину. А вдруг мы с Терри нашли такую машину и купили ему, и просто подкатили ее к дому. Он был благословлен. Прекрасно, правда? Тебя это благословило? Это благословило и меня. И Господа благословляет, когда Он благословляет нас. Наша дочь Обри тоже так отреагировала, когда мы подарили ей первую машину. А я помню, как вы с Кеннетом подарили своей внучке Рэйчел ее первую машину после окончания университета Орла Робертса. Мы все были в вашем доме, и у вас был такой маленький красный Мерседес, кабриолет. Мы все восхищались этой машиной. Вы пригласили всех нас к себе домой, и мы поздравляли Рэйчел с окончанием университета. И вот тут появляется эта маленькая машина. Рэйчел просто потеряла дар Рэйчи. Чудесно, правда? Но вас с Кеннетом это так благословило, правда? Конечно, благословило. Бога благословляет благословлять вас. Послушайте, Второзаконие 39. 30 глава, 9 стих. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствую тебе, как Он радовался об отцах твоих». Он радуется этому. 34 Псалом, 27 стих. В одном из периодов сказано. «Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, любящий процветание раба своего». Да возвеличится за это. Аллилуйя. Замечательно, правда? Замечательно. Замечательно. Слава Богу, слава Богу. Вот еще вторая страница ваших заметок, Глория. О, Джордж, ты такой организованный. Хвала Богу. Название сегодняшнего послания «При избыток процветания». Более чем достаточно. Больше, чем достаточно. Вот именно. Давайте рассмотрим разные переводы этой фразы. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». Чем больше я это изучал, тем больше я восхищался. Становилось все лучше и лучше. Становилось все более и более замечательным. Давайте рассмотрим несколько разных переводов того, что сказано в этом месте Писания. Расширенный перевод. «И даст тебе Господь преизбыток процветания». Слава Богу. Знаете, я раздумываю и размышляю над этим. Меня это воодушевляет. «Господь даст тебе преизбыток процветания». Я этому верю? Я рассмотрел это слово «преизбыток». Да. Я тоже. Вот это слово в словаре Вебстера означает «количество большее, чем необходимо». Слава Богу. И откуда приходит этот преизбыток? Он приходит из благословения. Он приходит из благословения. Благословение работает вам на пользу. Оно работает и работает, постоянно работает. Вам уже достаточно, оно продолжает работать. Вы получаете еще, оно продолжает работать. Продолжает умножаться. Слава Богу. И умножаться, и умножаться. Да. И вот местописание, которое я тут использовал, «Исход 36.7». Там сказано о приношениях, которые приносились для строительных работ. Их приношений было больше, чем достаточно, чтобы завершить этот проект. Для людей, которые заняты строительством. Больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Переливание через край. И хорошо было бы сказать это пастве. Ты, как пастор, ведешь церковь. Да. Когда ты веришь Богу и строишь новое здание или оборудование, что бы там ни было, используйте это Писание. И пусть люди это говорят. Их приношений было больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Аллилуйя. Мы превзошли необходимое. Да, это избыток. Приизбыток. Сверхнужного. Думая о преизбытке, я подумал о мальчике, который дал Иисусу рыбы и хлеба. И Иисус взял, благословил и раздал тысячам людей, которые там были. И потом еще осталось 12 корзин. Больше, чем достаточно. Переливание через край. Слава Богу. Переливание через край. Да. Это благословение. Мы живем в переливании через край. Переполнение благословения. Благословение Господне. Бог любит это делать. Я люблю это делать. Я люблю делать это для внуков. Я люблю благословлять своих внуков. Люблю делать им подарки. Люблю благословлять своих детей. Таково сердце Бога. Сердце отца. При избыток. Тут сказано, и Господь даст тебе при избыток процветания. Вот еще в одном переводе это звучит так. Господь Бог одарит тебя хорошими вещами. Знаете, людям, у которых нет откровения о благословении, нужно быть осторожными, чтобы не осуждать благословенных людей. Они говорят, ну им это не нужно. Да. Кто-нибудь ваш сосед, который верит Богу, он сел ради своей машины, он верит Богу, и он подъезжает в этой машине, а другой сосед говорит, ему не нужна эта машина. Нельзя осуждать людей за благословение. Так нельзя делать. Иначе у вас самих его никогда не будет. Не будет. Вот что вы делаете. Разве мы узнали это не у Кейтамура? Когда вы видите людей, которым пришло благословение, говорите, слава Богу, очередь двигается. Очередь двигается. Очередь двигается. Не огорчайтесь. Я очереди. Не огорчайтесь благословением других людей. Просто говорите, очередь двигается. Очередь двигается. И вот что мы говорим в церкви, потому что мы учили нашу паству говорить в церкви, когда кто-то другой получает благословение. Кого-то новый дом, новая машина, что-то еще новое. Есть какое-то свидетельство, которое мы читаем в церкви. Люди все время восклицают. Это происходит со мной тоже, все время. Это тоже хорошо, Джордж. Слава Богу. Господь Бог одарит тебя хорошими вещами. Это перевод месседж. Это перевод месседж. Слово «одаривать» в словаре означает «расходовать» или «давать» в огромных количествах или без предела. Расходовать или «давать» в огромных количествах или без предела. Слава Богу. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Абсолютно верно. Великую любовь. Верно. Без предела. 1 Иоанна. Хвала Богу. 3-1. Продолжай, Джордж. А сколько велика эта любовь. Вот что Бог делает для нас. Он одаривает нас. Я вижу, как брат Кеннет делает это для вас. Он так добр, Кеннет. Когда он проповедовал в миссии Кеннета Копланда для штата, я до этого никогда не слышал, чтобы он об этом проповедовал. Это было словно семинар по семейным отношениям, которые он проводил. Серьезно, Глория. В один момент... Что же он сказал, о чем ты говоришь? Он говорил о том, что Господь ему сказал, как он должен вести себя по отношению к вам. Что каждый раз, когда вы говорите, что вам что-то нравится или вы этого хотите, он звонит по телефону и заказывает это. Была машина, которая вам понравилась. И в течение того же часа он был на телефоне и разыскивает эту машину для вас. Он взял это у Господа. Это удивительно. Он любит свою жену точно так же, как Иисус любит церковь. Мы знали, что оно так и есть. Но он сказал, что он следует водительству Духа Святого, потому что Отец Небесный так же поступает и с ним. И в какой-то момент этого послания, которым брат Коплан тогда делился с нами, кто-то рядом со мной толкнул меня локтем. Имя Терри не будет упоминаться на этой передаче, но она меня толкнула локтем в тот момент. Я отреагировал и сказал, я с тобой, Терри, я с тобой, я с тобой. Терри хочет ожерелье от Дэвида Юрмана. И когда она меня подтолкнула... Ну, это не должно быть очень трудно. Да, когда она меня подтолкнула, я повернулся к ней, посмотрел на нее и сказал, Дэвид Юрман уже идет. Сейчас хочу упомянуть... Так работает благословение. И ты будешь благословлен. Я буду благословлен. У меня есть откровение относительно нашего брака. И я хочу поделиться моим откровением. Хорошо, давай. Точно так же, как Бог благословляет нас. Да. Мужчин. Да. Так мы можем благословлять своих жен. Когда мужчины ходят за покупками, если они ходят с женами, они иногда превращаются в каких-то зомби. Просто без эмоций ходят по молу вместе со своей женой. Ходят сзади обычно, просто бредут. Она смотрит различные вещи, выбирает. И однажды я пошел с Терри и Обри. И мы только вошли, и они остановились у первого же магазина. Я подумал, да, день будет долгим. Но ко мне пришло откровение относительно этого. Обычно я носил с собой блокнот и карандаш. Но теперь я пользуюсь айфоном, в который могу все фиксировать. Потому что Терри целый год говорит мне, что она хотела бы на Рождество, что она хотела бы на день рождения. И она говорит мне, мне это очень нравится, мне это нравится. И иногда мы покупаем это сразу же на месте. И иногда она говорит, нет, я не хочу это сейчас. Но я составляю список. Список того, что она хочет. Знаете что? Отец делает то же самое для вас, потому что он хочет благословлять вас. Он составляет список всех вещей, о которых вы говорите. Которые вы хотели бы иметь. Если бы вы только открыли свой дух, свое сердце и позволили ему одаривать вас этим, вы будете испытывать то же самое. Поэтому говорю всем мужчинам, вам нужно начать ходить за покупками с вашими женами и слушать. Слушать, что она говорит. Потому что приходит, например, день Святого Валентина. День рождения. Годовщина. Не пропустите годовщину. Тогда вы можете достать список. А иногда накануне годовщины у мужчин полный вакуум в голове, ни одной мысли, они не знают, что подарить. Куплю шоколад на день Святого Валентина. Нет. Посмотрите в свой список, который вы составляли, и просмотрите его. О, я знаю, что она хочет. Я знаю, что ее благословит. Итак. Бог будет одаривать вас хорошими вещами. В одном из переводов сказано, «Господь даст тебе плодородие во всякой хорошей вещи». Здесь использовано интересное слово. И оно сочетается с этим переводом, где сказано, что Он даст тебе изобилие в благах. Он сделает тебя плодородным во всякой хорошей вещи. Производящий большое количество чего-то. Да. Плодородный. В нашей церкви есть одна женщина. Производители. Мы производители. Одна женщина. И она подошла ко мне недавно после церкви. Обычно я встречаю и приветствую новых людей, которые приходят. И вот она подошла и начала говорить со мной. Она сказала, «Знаете, у нас большая семья». Я одна из четырнадцати. И она не шутила. А ее муж сказал мне, «Ее родители по-настоящему любят друг друга». Да. Одна из четырнадцати. Очень плодовитая. Одна из четырнадцати. Но мы поняли сообщение, правда? Но это действительно означает производить большое количество. Я понял, да? Я снова использую место Писания из Бытия 26.12, где сказано, «И сел Исаак в земле, то и получил в тот год ещ меня во сто крат, потому что благословил его Господь». Благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него было столько добра и рабов, что филистимляне завидовали ему. То есть Господь дал ему плодородие во всем, что он делал. Да. Вот еще один перевод. Господь сделает тебя богатым. Господь сделает тебя богатым. Я в это верю. Что такое богатый? Богатый — это когда больше, чем достаточно. Богатый — больше, чем достаточно. У меня есть одно послание. Мы не учили на этих передачах, на эту тему, но нам придется сделать это в другой раз. Серия посланий под названием «Образ жизни богатых и праведных». Мне это нравится, Джордж. Помните, по телевидению показывали, что богатые знания. Да, богатые известные. А мы поговорим о «Образ жизни богатых и праведных». Да, аминь. Когда мы говорим о богатых, мы говорим о людях, идущих за Богом. Послушных Богу, которые готовы в любой момент давать, сеять, сколько нужно. Недавно я сказал брату Кеннету. Иногда я иду покупать одежду, и я что-то вижу, мне это нравится, я это покупаю, приношу домой, и потом никогда не одеваю это. И вот в чем причина. Господь направил меня купить это для кого-то другого. Я раздаю обувь, костюмы, рубашки, брюки. Я покупаю это, приношу домой, и потом никогда не ношу. А потом ты ждешь? Потом я жду и вижу. О, это семя. Послушайте, я говорю об «Образе жизни богатых и праведных». Аллилуйя. Слава Богу. Вот один комментарий, который у меня тут есть. У меня размер... Нет, я не скажу свой размер. Хорошо, продолжай. Хорошо. Здесь сказано. Супер изобилие даст тебе Господь на добро. На счастье и процветание. Супер изобилие. Это благословение. Супер изобильный. Супер изобильный. В словаре. Это звучит так. Чрезвычайный или чрезмерно изобильный. Более чем достаточный. Ефесянам 3.20. Мы можем найти это здесь. Посмотрите, как это звучит в расширенном переводе. А тому, кто действует в свои силы, работающий в нас, может выполнить свою цель и дать нам супер изобильно, несравненно больше и сверх всего того, что мы осмеливаемся просить. Бог силен и желает. Да. Или подумать бесконечно, превосходя наши самые высокие молитвы и желания. Это благословение. Хорошо. 11 стих 28 глава Терезакония. В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которые Господь клялся Отцам твоим дать тебе, благословение приносит обильные плоды. Даже в вашем бизнесе. Во всем. Все приносит урожай. Потому что на нас благословение Авраама. Изобилие. Избыток. Это называется изобильная жизнь. Процветание. Слава Богу. Это большая работа. Это чудесно. Я наслаждалась этим. Я советую всем молодым служителям, которые меня сейчас слышат, которые проповедуют Евангелие, будьте предельно внимательны к вашим наставникам. Слушайте их, учитесь у них, записывайте все, что они говорят. И может, однажды у вас, как и у меня, также появится шанс выступать по телевидению, проповедуя то, чему они меня научили. Слава Богу. Слава Богу. Глория, мы говорим о благословении Авраама. Всю прошлую и эту неделю мы разбираем стих за стихом. Слава Богу. 28 главу Второзакония. А именно с 1 по 14 стихи. Мы прочитали в Галатам 3, 13 и 14, что мы искуплены от проклятия закона. Иисус искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвую, чтобы благословение Авраама пришло на нас и исполнилось на нас. И чтобы мы могли получить те же обетования Авраама, которые он получил от Бога, мы можем получить то же самое. И Второзаконие 28, 1, 14 – это благословение Авраама. И мы изучаем его стих за стихом. Все это доступно для вас в интернете. Все предыдущие передачи. Зайдите на наш сайт в интернете, зайдите в архив телевизионных передач и скачайте их для себя, просматривайте их снова и снова. Это благословенный дополнительный материал. Аминь. Бог нашел в Аврааме человека, который будет делать то, что он скажет. Да. И он благословил его. Верно. Мы учимся этому. Слава Богу. Если мы будем делать то, что говорит Бог, благословение придет на нас. Римлянам 4 сказано, чтобы мы следовали вере Авраама. Да, верно. Он был образцом. Мы были высечены из той же скалы, что и Авраам. Высечены из той же скалы. Высечены из той же скалы. Взяты из той же расщелины. Теперь мы можем ходить в благословение Авраама. Аминь. Это потрясающе. Давайте посмотрим второзаконие 28. Хорошо. Я еще раз напоминаю вам о наших предыдущих передачах, чтобы вы могли их прослушать и изучать это. И сегодня мы говорим о 12 стихе. И учение по 12 стиху занимает три страницы записи. Посмотрим, что мы сможем охватить сегодня. Хорошо. Эпический стих. Давайте прочитаем его. Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Вы понимаете, почему этот стих наполнен такой силой? Да, это не было предложением от Бога, не так ли? Нет, не было. Поэтому, Глория, давайте вместе это рассмотрим и начнем прямо сейчас. В первую очередь здесь сказано, откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою. Разбирая это слово «откроет», мы узнали, что это означает «широко открыть» и оставить открытой. Вот оно. Господь откроет. Это хорошо. «Широко откроет» и оставит открытой. Мне это нравится. Свою добрую сокровищницу. Слава Богу. Мне нравится значение слова «сокровищница» на иврите. Кладовая, арсенал, хранилище и казна. Разве это не чудесно? Просто соедините все эти слова вместе и подумайте. Господь широко откроет и оставит открытой свою кладовую, свой арсенал, свою казну, свою сокровищницу. Он откроет ее. Слава Богу. Там сказано «тебе». Он сделает это для нас. Вот несколько других переводов этого местописания. «Он откроет» «Он откроет свою кладовую на небесах». Вот еще один перевод. «Господь откроет кладовые небес». Вот еще один. «Господь откроет небеса, кладовую своей щедрости». Еще один. «Господь откроет для вас свою наполненную кладовую». Аллилуйя. Мне это нравится. Слава Богу. В переводе «месседж» сказано «Бог распахнет». 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 И фактически это несколько пророчеств, и мы сейчас их рассмотрим. В первую очередь я хочу прочитать то, которое было на конференции Победы в Вашингтоне в ноябре 2011 года. Давайте послушаем это. У меня есть огромная кладовая. Большая часть богатств, хранящихся в этой кладовой, выходит за рамки твоих самых диких желаний. И я отложил их для тебя еще до основания мира. Большая часть. До основания мира. Там хранится намного больше, чем когда-либо просила церковь. Я никогда не удерживал от церкви, говорит Господь Бог изобилия. Я сделал это доступным для тебя. Я вложил это в свое слово. Я дал обещание и подтвердил его кровью, драгоценной кровью твоего Спасителя. Но мой народ медлил, чтобы ухватиться за то, что я обеспечил для него. Но вот что я скажу. Есть народ на земле. Глория, это мы. Это вы, это я. Аминь. Есть народ на земле. Есть народ по всему миру. Это народ сильный и могущественный, который становится все более сильным, могущественным и смелым, чтобы ухватиться за это. Более смелым, чтобы ухватиться. Разве вам это не нравится? Они востребуют верой то, что я отложил для тебя. И меня это восхищает, говорит Господь, потому что это было Твоим все время. Какое слово. Разве это не мощное слово? Здесь сказано, что Господь откроет тебе свою добрую кладовую. И содержимое этой кладовой больше, чем мы когда-либо могли себе представить. Я беру это. Содержимое в изобилии. В изобилии. Вот еще одно слово. Это с Юго-Восточной конференции верующих 7 августа 2009 года. У меня для вас такие планы, о которых вы никогда не мечтали, говорит Господь. Они за пределами вашего самого дикого ожидания. Я сделал это только для вас. Небеса перекружены вещами, которые я приготовил для вашего наслаждения. Если бы вы просто пришли к тому, чтобы сказать, Бог, я тебе так благодарен, дай мне возможность. Я буду размышлять над этими словами снова и снова. Это потрясающе. Он ищет возможности благословить свой народ. Ибо очи Господа обозревают всю землю. Он ищет тех, на кого он может излить свою благость, свою доброту. Как сказано в оригинале, чтобы показать себя сильным. Хорошо, вот еще одно пророческое слово через брата Копланда 23 января 2012 года. Хорошо. 23 января 2012 года я летел вместе с братом Копланда на самолете служения. Мы летели на одно из тех собраний, когда брат Копланда прилетает, проповедует и улетает. Я сижу рядом с ним в самолете, и на брата Копланда сходит помазание. С нами была Келли. Келли достает свой айфон и начинает записывать, что говорит брат Копланда. Это слово от Господа, которое мы получили там, в самолете. Послушайте его. Это номер три в твоих тазисах. Номер три. Бог есть Господь Кладовой. Он Казначей. Он Господь Жатвы. Он Господь Сокровищ. Он Господь Сокровищницы, которая является частью благословения Авраама во Второзаконии 28.12. Слава Богу. Это часть того, что придет и исполнится на нас, если мы будем исполнять заповеди Господа. Слава Богу. Разве это не здорово? Он говорил об этом Писании. Откроет тебе Господь свою добрую Сокровищницу, свою кладовую, свой арсенал. Небесные хранилища. Небесные хранилища и небеса открыты для нас. Слава Богу. В следующей части стиха сказано следующее. «Откроет тебе Господь добрую Сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое». Он даст дождь на нашу землю. В переводе месседж сказано. «Бог распахнет двери Своих небесных хранилищ и прольет дождь на твою землю по расписанию и благословит дело рук твоих». Итак, есть дождь для естественных полей, Глория. Да. Есть настоящий дождь, чтобы хорошо полить поля, чтобы на них все росло и было здоровым и сильным. Но есть также дождь, который сходит на нас, на наш бизнес, нашу жизнь, наших детей, нашу семью. Чудесно. Благословение. Благословение. Мы на днях читали об этом в книге «Изекииля». Это называется дождями благословения. Ливень благословения. Дожди благословения сходят на нас. На иврите это значит не просто маленький дождик. Это ливень. Это ливень стеной. Это означает сильную бурю, сильный продолжительный дождь. Мы относим это к Божьему благословению. Слава Богу. Благословение. Благословение. Второй стих благословения Авраама, 28 главе Второзакония. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». Все. Прольются дождем. Все. Прольются дождем. Скажи «все», Джордж. Все. Слава Богу. Аллилуйя. Все. Все прольется дождем на нас. Он даст дождь земле твоей. «На тебя и зальется Божья благость и доброта». Книга Леви, 26 глава, с 3 по 5 стихи. В одном из переводов сказано так. «Если будешь жить по уставам моим, и будешь послушно хранить мои заповеди, то пошлю вам дожди в свое время, и земля даст свои урожаи, а деревья полевые принесут свои плоды, и вы будете молоть до собирания винограда, а собирание винограда будет достигать посева». Вы скажете, «Но у меня нет никаких деревьев или плодов». Речь идет о благословении во всем, что у вас есть. Это благословение, чтобы вы не выращивали, чтобы вы не сеяли, во всем, что вы делаете. Ваша работа, ваш бизнес. Вот что такое благословенный. Левитам 26.10. В одном из переводов сказано так. «Будете иметь такой преизбыток урожая, что вам придется избавиться от прошлогодних остатков, чтобы сделать место для нового урожая». Это будет накапливаться. Плоте складывать штабелями. Точно, да. Слава Богу. Как это называется? Изобилие. Это изобилие. Я запишу это. Складывать штабелями. Аминь. Исайя 30.23. В одном из переводов сказано так. «Он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и плод земли будет богатым и обильным». Слава Богу. Ваш урожай будет богатым. Нам придется пожать огромный урожай. Понимаете, когда вы сажаете снова и снова, питание в почве истощается. Здесь сказано обратное. Урожай будет богатым и обильным. Слава Богу. Он даст дождь земле твоей. Хорошие плоды. Двенадцатый стих. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою. Он откроет тебе двери небесных хранилищ. Небеса дадут дождь на твою землю во время свое. И Он благословит все дела рук твоих». Аллилуйя. Давайте обратим внимание на это. «Он благословит все дела рук твоих». Слово «дело» на иврите означает «всякий ваш труд, ваш бизнес, ваши занятия, ваши начинания, ваши предприятия, ваши специальности, ваши сделки и ваши стремления». Это чудесно. Мы можем видеть это на иврите. «Дело». Что значит это слово? Все пошло из одного слова. «Дело». Все. Он сказал, что благословит все, к чему прикладываются ваши руки. Это для послушных. Это для тех, кто делает то, что говорит Бог. Да. Делайте, что говорит Бог. Благословение проявляется. Хорошо. Первый стих, 28 глава Второзакония. «Если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше». Именно тогда произойдут все эти вещи, когда вы будете пребывать в постоянном потоке слышания глаза Бога. Второзаконие 39. Сказано. Так. «Даст тебе, Господь, Бог твой успех во всяком деле рук твоих». Слава Богу. Провозглашайте это в отношении ваших детей. Да, мы провозглашаем. Я провозглашаю это в отношении своих внуков, что они успешны во всем, что они делают. Научите их говорить это. Научи их говорить это. И обязательно. Хорошо. Вот ключ. Это хорошо. «Делайте то, что вы видите и слышите, что делает и говорит Отец Небесный». «Мы делаем то, что нам говорят». Им сказано. Благословение приходило, когда мы делали то, что нам говорили. Да. И если бы этого не делали. Да. Если они не делали то, что им говорил Бог, автоматически приходило проклятие. Вот как они попали в плен. Но если бы они делали по Его Слову, проклятие было бы далеко от них. По Слову. Слава Богу. Да. Было бы только благословение. Слава Богу. Это здорово. Это остается истиной. То есть, чем больше вы в послушании Слову Божьему, чем больше вы изучаете Слово и понимаете, что оно говорит, а потом вы вносите изменения, чтобы согласиться с тем, что Бог говорит вам делать, то, что вы сказали, хорошо повторять на протяжении всего изучения. Да. Потому что нам не стоит этого забывать. Как только вы забываете это, проклятие начинает подступать. Да, подступать. Мы должны охранять наш сад от этого и убеждаться в том, что мы следуем голосу доброго пасту. Одна из самых важных сфер, опасных сфер. Опасных, опасных. Это то, что исходит из наших уст. Слова ваших уст. Все, что исходит из ваших уст. Сказано, что это исходит от избытка вашего сердца. Если только вы в уме не решили что-то сделать. Но то, что вы постоянно говорите, то вы и получите. Мы обсуждаем эту тему снова и снова. Евангелие от Марка 11. Вы можете иметь то, что говорите. И это касается не только того, что вы исповедуете по карточке, хотя и это является частью. Но это касается того, что вы говорите автоматически. Оно выходит и выходит от избытка сердца, говорят уста. Избытка. Так сказано в Писании. Вы это однажды сказали. Вы проповедовали об этом. Если вы говорите плохие вещи от избытка своего сердца, у вас протекающие уста. Я так сказала, Джордж? Протекающие. Вы сказали. Это правда? Да. Проклятие выходит? Да. И тогда у вас проблемы? Да. Но Господь Бог сделает вас успешным во всем, что вы делаете. В любом предприятии. Несколько примеров. Бытие 39.3. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает Господь в руках его, дает успех». Это касается Иосифа. Давид. Первое царство, 18-14. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Слава Богу. Здесь главный ключ, когда Господь с нами, это приносит успех. И, наконец, 1 Псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И вот результат. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который...» «Которого не вянет». «И во всем, что он не делает...» «Что он не делает, успеет». «И о его слове, о законе размышляет он день и ночь». «День и ночь». «Иначе говоря, это слово, это написанное слово, или слово в его духе управляет его жизнью». «Это здорово». «Да». «Не в смысле заставляет, но оно ведет его по жизни». «Ведет его по жизни». «Оно говорит ему, что делать, куда идти, что говорить». «Это прекрасно, Глория». «В двенадцатом стихе». «Вот почему вам нужно, чтобы слово Божье было в избытке в вашем сердце». «Когда оно там в избытке, все происходит естественным путем. Если его в избытке там нет, вам нужно над этим работать. «Если вы подумали, и что я должен здесь сказать, слишком поздно, потому что вы сказали что-то другое». «Единственное, что мы должны делать, это в изобилии держать слово перед своими глазами, вкладывать его в свои уши, пока оно не осядет в нашем сердце, и тогда будет возвращаться из нашего духа, из наших уст, и будет говорить слова мира, благословения, исцеления и процветания». «Именно». «Все хорошие вещи, принадлежащие нам». «Идеально, Глория». «И мы можем это сделать». «Последняя часть двенадцатого стиха, двадцать восьмой главы книги Второзакония. Пока что мы узнали, что откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». «И вот оно». «И будешь давать займы многим народу, а сам не будешь произвести займы». «Да». «Да, на благословение». «Да». «В своей Библии вы написали, в заметках, долги — это часть проклятия». «От которого мы искуплены». А в новом живом переводе двенадцатый стих звучит так. «Ты будешь давать взаймы многим народам, но тебе никогда не нужно будет брать у них взаймы». «Почему это так?» «Потому что у вас есть Отец». «Да». «У вас есть Спаситель». «У вас есть Бог». «Он такой добрый». «У вас есть слова, которые были сказаны и которые вы приняли». «Да». «И они могут проявить себя в избытке». «Таким образом вы можете жить свободно и от долги». «Свершенно верно». «Подому из переводов сказано, «Бог распахнет двери своих небесных хранилищ и прольет дождь на твою землю по расписанию и благословит дело рук твоих. Ты будешь давать взаймы многим народам, но тебе самому не придется брать взаймы». «Так сказано в месседж?» «Да, именно так и сказано в переводе месседжа». «Разве это недостаточно ясно?» «Тебе самому не придется брать взаймы». «Здорово». Брат Копланд на конференции верующих Западного побережья 9 июля 2007 года высвободил следующее слово от Господа и сказал, «Проявление благословения на небывалой высоте. Вы приближаетесь к благословенному проявлению славы». У вас это есть на вашей странице. Это будет взрыв такого рода и такой интенсивности, которых человеческая раса никогда не видела. Благословение будет окружать вас. Благословение будет окутывать вас. Вы научитесь жить под кровом Всевышнего. Благословленные Его благословением, благословленные Его славой, благословленные при входе и при выходе, благословленные в вашем кошельке. Всякие долги должны будут покинуть вас так же, как в древние времена проказ оставляла прокаженных. Это хороший способ. Долги — это финансовое заболевание, это финансовая проказа. Это попытка с помощью денег и способности этого естественного мира сделать то, для чего я сотворил для вас благословение. Но только это является бременем, а не благословением. Долги — это часть проклятия. Если вы будете исповедовать слово, вы поразитесь и будете потрясены, как быстро поднимется слава и изгонит долги из вашей жизни. Если вы будете приносить мне свои десятины и проводить время со мной, принося эту десятину мне, я научу вас, я наставлю вас, я покажу вам, как жить без долгов. Я благословлю вас сверх ваших средств, сверх вашего дохода, сверх ваших зарплат. Я благословлю вас выше всего, что вы до этого знали. И послушайте, Глория, в Римлянах 13.8 сказано, «Не оставайтесь должными». Брат Копланд помог мне с этим. Он сказал, «В тот момент, когда ты примешь качественное решение жить без долга, Бог увидит тебя свободным от долгов». И позвольте мне сейчас кое-что упомянуть. Мы с Глорией провели целый цикл передач о свободе от долгов. Мы хотим помочь вам выбраться из долгов. Можете найти наши передачи в архиве на нашем сайте. Можете найти в проповеди брата Кеннета, Глории Джорджа, о том, как выбираться из долгов. Вот что я здесь говорю. И это очень важно. Завтра, Глория, мы еще немножко поговорим о жизни в свободе от долгов. Но я верю, что благословение Авраама дано нам для жизни, свободной от долгов. Оно здесь. Оно здесь. Мы можем жить свободе от долгов. Мы знаем, что это так. Мы живем в этом. Слава Богу. Здесь. И так завтра мы продолжим эту тему. Хорошо. Но знайте, что благословение Господне, благословение Авраама выведет вас из долгов. Оно будет работать для вас. Слава Богу. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы с Джорджем сейчас вернем. И прежде этого мы начали читать Галатам 3 главу 13-14 стихи. Иисус искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на нас, чтобы нам получить обетование духа веры. Иными словами, все, что Бог пообещал Аврааму, принадлежит и нам. И мы увидели, что такое семя Авраама. Мы семя Авраамова. Мы наследники по обетованию. Как сказано в одном из переводов, мы знаменитые потомки Авраама. И также мы потом вернулись к 28 главе второзакония и изучили с 1 по 12 стихи. Так что, если вы не были с нами, вам нужно вернуться к этой информации, посмотреть эти передачи. И сегодня мы завершаем наше изучение. Вот что я собираюсь сделать. Я прочитаю 13 и 14 стихи, и затем мы закончим эту тему. «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». Это определение человека Слова Божьего. Да. С фокусированного на Слове Божьем человеке. Аминь. Давайте это рассмотрим. И в 13 стихе сказано, что мы голова, а не хвост. Мы на высоте, а не внизу. Слово «голова» на иврите означает «верхушка», «высший уровень», «верхняя часть», «начальник», «лидер», «капитан». Мы – голова, мы верхушка, мы наверху. Слава Богу. Это хорошо. Мы начальник, мы лидер, мы капитан. А хвост на иврите означает «обруб», «конец». Это означает подвергнуться нападению сзади. А также это значит «махание». Я подумал, что это интересно. Махание. Быть хвостом, видимо, хвост машет. Хвост. Машут хвостом. Итак, второзаконие 28.13. Это значит «верхушка», «лидер». Верхушка. Где мы тут? Вот здесь, сверху. Ты поместил это тут. Хорошо. Голова, не хвост, на высоте они внизу. Верхушка, высший уровень. Верхняя часть, начальник. Начальник, лидер, капитан. Высший уровень. Хвост, конец, обрубок, нападение сзади, махание. Короткий и толстый. В одном из переводов сказано «ты всегда будешь на высоте» и никогда внизу. Да. В еще одном переводе сказано «будешь только подниматься, никогда не опускаться». Слава Богу. Из этого комментария «будешь подниматься все выше и выше и приумножаться». Приумножаться. В богатстве, процветании, в силе и благородстве. Замечательно, правда? Таково обетование, которое мы получаем из благословения Авраама. Слава Богу. Приумножение. Что интересно, Глория, по мере нашего углубления в эту тему, я увидел то, что на самом деле не складывало никогда вместе. Иногда мы изучаем отдельные места Писания и не связываем это с тем, что было сказано до этого. Но посмотрите, что сказано в 12 стихе. «И будешь давать взаймы многим народам, и сам не будешь брать взаймы, сделает тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Существует связь между Второзаконием 28.12 и 28.13. «Будешь давать взаймы многим народам, и сам не будешь брать взаймы, и сделает тебя Господь главою, а не хвостом». Мне интересно, это говорит, что если мы берем взаймы, значит, мы хвост, а не голова. Мы находимся внизу, а не наверху. И тут я думаю на основании слов из книги Притч 22.7. «Богатый господствует над бедным, и берущий взаймы делается рабом взаимодавца». Ты никак этого не обойдешь. Это невозможно. Ты помнишь, тебе когда-нибудь приходилось иметь счета? Я помню, когда у нас были счета. Да, помню. И вся ваша жизнь вращалась вокруг. Нам нужно оплатить все эти счета. Оплата. Оплата. Да. Недавно я прочитал статью о мужчине, который задержал оплату. Он выплачивал за дом, и дом обошелся ему в 14 тысяч долларов. И он очень много работал, чтобы заработать эти деньги. Он задолжал 700 долларов, и банк забрал дом. Банк поступил неправильно. Это описание человека, который не был головой. Он был хвостом. Да. Он был не на высоте, он был внизу. Он не контролировал. Он не контролировал ситуацию. Совершенно верно. Когда вы берете взаймы у человека или организации, вы отдаете себя в их руки. К лучшему это или к худшему. Верно. Берущий взаймы является рабом-заимодавца. И берущий взаймы становится хвостом и оказывается зависимым от взаимодавца. Зависимым. Да. В одном из переводов сказано «Богатые всегда правят бедными, поэтому не берите взаймы и не ставьте себя под их власть». Верно. Слава Богу. Теперь, Гория, я смотрел заметки из вашей Библии. Рядом с этим стихом вы написали. Второзаконие 15.6. Я слегка запинаюсь, потому что между программами позвонил брат Копланд. Он процитировал именно это место, которое мы собираемся прочитать. И вот вы записали его в своей Библии. Да. Он позвонил несколько минут назад. В этом месте, во Второзаконии 15, сказано так. «Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Берущий взаймы будет под властью. Над ним будут господствовать». Иными словами, если вы взяли машину в кредит, а Господь говорит вам «отдай эту машину кому-то», вы не имеете права отдать эту машину. Посеете. Потому что вы должны за нее деньги. Вы не имеете права посеять эту машину, пока вы за нее не выплатили. А если вы не брали взаймы, тогда вы свободны. И это благословение в рамах. Иначе, говоря, это влияет на ваше семя. Бог хотел донести до них мысль. Ведь так? Да, влияет. Да. Вы не можете это отдать? Это влияет на ваше семя. Итак, послушайте. Брат Копланд обратил на это внимание. Второзаконие 15, 4, 6. Здесь сказано, в одном из переводов, «У тебя не должно быть нищего, потому что Господь Бог твой обильно благословит тебя на той земле, которую Он дает тебе в особое владение. Ты получишь это благословение, если будешь старательно исполнять все заповеди Господа Бога твоего, которые я сегодня заповедую тебе. Господь Бог твой благословит тебя, как обещал. Ты будешь давать взаймы многим народам, но тебе никогда не нужно будет брать взаймы. Ты будешь господствовать над многими народами, а они не будут господствовать над тобой». Аллилуйя. Так что самое первое, что Он подчеркивает, это то, что между нами не должно быть нищих. Смотри, что тут сказано. «Если в твоих городах будут бедные люди, когда ты прибудешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, не ожесточи сердце своего или не сожми руки своей по отношению к ним». Хорошо сказано. Да. Потрясающе. Верно. Вот что важно. Это образ жизни богатых и праведных. Вот и истинное процветание. Аминь. Глория, между нами не должно быть нищих. Аминь. Это важно. Это довольно интересно. Тут сказано «не сожми руки своей». Вместо «будь щедрым» и «давай им взаймы все, что им нужно». Здорово. Слава Богу. Это благословение. Это благословение. Это то благословение, в которое мы ходим. Нами никто не должен править. Слава Богу. И никто не должен властвовать над нами. Бог хотел донести до них именно это. И именно это Он хочет передать нам, чтобы мы были головой, а не хвостом. Мы должны быть на высоте, а не внизу. И вот что брат Коплан сказал мне. То, что он сказал, просто засело внутри меня. Слава Богу. Я помню, как много лет назад мы с Терри взяли кредит на дом. И затем мы приняли решение и постановили, что выбираемся из долгов. Но я продолжал ощущать эффект от того, что мы в долгу. И в тот день брат Коплан сказал мне, «Джорж, в тот момент, когда ты примешь качественное решение жить свободным от долгов, Бог увидит тебя свободным от долгов». И потом вы сказали это. Мы с вами разговаривали. И вы сказали... Нет, это я прочитал из Хумаш. Мы говорили о стольких вещах, прежде чем вышли в эфир. Хорошо, это из Хумаша. Там сказано, «Благословение Божье уничтожит нищету и потребность взаимых». Разве это не великолепно? Так что здесь самое главное, то, что Бог говорит, это «Я хочу, чтобы вы были головой, а не хвостом». «Я хочу, чтобы вы были на высоте, а не внизу». А каким образом вы это будете делать? Как вы будете действовать? Это должно быть вашим образом жизни. Быть свободным от долгов. Не берите взаймы, потому что правило всегда одно. Богатые всегда правят бедными. И Он говорит, «Не берите взаймы и не ставьте себя под их власть». Итак, Господь сейчас говорит об этом нам с вами, чтобы вы приняли качественное решение, как это сделали Канаты Глория, Мистери и многие другие. Что мы будем стоять на основании этого местописания? Когда мы с Тери верили Богу о выходе из долгов, мы стояли именно в вере на этом Писании. Мы стояли в вере на Римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем». Второзаконие 28.12. «Будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сдела тебе Господь главой, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу». И сегодня я хочу, чтобы мы сделали следующее. Я хочу помочь им принять такое решение, потому что брат Коплан сказал, что в тот момент, когда вы принимаете качественное решение, благословение Авраама приходит в действие в вашей жизни, чтобы вывести вас из долгов и вывести быстро. Когда вы с Канатом приняли такое решение, находясь в долгах, вы выбрались из них. В то время, много-много-много лет назад, у вас был долг в 26 тысяч долларов. Это был 1967 год. Возьмите эту сумму сейчас, и это будут сотни и сотни тысяч долларов долга. Мы выбрались из долгов за 11 месяцев. Благословение Господне. Вы приняли качественное решение, когда нашли это местописание в послании к римлянам 13.8, а также узнали от брата Хейгена, что все сказанное в Слове Божьем – истина. Да. И вы решили, «Мы видим, что тут сказано, и мы применим это в нашей жизни и будем ходить в этом». Затем увидели в расширенном переводе, и там сказано, «Держись подальше от долгов». Именно тогда вы с Кеннетом приняли это решение. Это правда. Мы выбираемся из долгов. И через 11 месяцев у вас уже не было никаких долгов. В то время у нас ничего не было. Мы жили в маленьком арендованном домике, обставленном поддержанной мебелью. Мама Кеннета передавала то, что оставалось. Да. У нас была поддержанная машина. Но через 11 месяцев у нас уже не было долгов. И благословение начало приумножаться. Благословение на нашей жизни придет в действие. И произойдет сверхъестественное ускорение, чтобы вывести вас из долгов быстрее, чем если вы будете пытаться сделать это самостоятельно, без благословения. Сверхъестественное ускорение исцеляющей силы Божьей. Тут сказано о благословении плода чрева твоего. Сейчас нас смотрят пары, которые не могли иметь детей. Благословение Господне приходит на вас. Вы становитесь плодовитыми и плодородными. Спасибо, Господь. Дети. За исполнение желания на сердце. Потому что дети — это часть благословения Господня. Это часть благословения. Благословен плод чрева твоего, плод твоего тела. Плод чрева твоего. Повторяйте за мной. Повторите. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я крепко хватаюсь за благословение. Я крепко хватаюсь за благословение. Я голова, а не хвост. Я голова, а не хвост. Я на высоте, а не внизу. Я на высоте, а не внизу. Я буду давать взаймы многим народам. Я буду давать взаймы многим народам. И я не буду брать взаймы. И я не буду брать взаймы. Я принимаю качественные решения. Я принимаю качественные решения. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Жить без долгов. Жить без долгов. Я свободен от долгов во имя Иисуса. Я свободен от долгов во имя Иисуса. И Господь ускорит. Это освобождение от долгов. Тут я записал кое-что из того, что вы сказали перед тем, как мы вышли в эфир. А именно, что одна из вещей, которые не дают людям сделать шаг в жизнь, свободную от долгов, — это страх. 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 Страх недостатка. Недостатка. Страх недостатка. И вы сказали, страх останавливает вас перед воротами изобилия. О, да. Вера держит ворота изобилия широко открытыми. Слава Богу. Аминь. Спасибо вам, Глория. Да. Спасибо. Аллилуйя. Что вы приняли такое решение? Вы голова, а не хвост. Вы на высоте, а не внизу. И во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Я говорю этому долгу. Да, долгу. Я приказываю Ему подняться и вернуться в море. Я приказываю полной финансовой свободе быть в вашей жизни. Долг ушел во имя Иисуса. И вы ожидаете и ходите в самом великом благословении, в котором вы вообще ходили за всю свою жизнь. Вы благословлены при входе, вы благословлены при выходе, вы благословлены во всем, что вы делаете. У вас ни в чем нет недостатка. У вас ни в чем нет недостатка. Скажем так, у вас всего хватает. У вас всего хватает. В эти последние три минуты мы прочитаем последнюю часть этого местописания. Хорошо. В 14 стихе сказано. «И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». Ключ к этому всему, Глория, не сводить свои глаза с благословения. Слово Божьего, благословение. Не сводить свои глаза с Иисуса. Не сводить свои глаза со Слова Божьего. Не сводить свои глаза и уши от голоса Господа, от заповедей Божьих. Вот такими сфокусированными вы должны быть. В одном из переводов сказано. «Не сворачивайте ни на дюйм, ни вправо, ни влево, а от слов, которые я заповедую вам сегодня, чтобы пойти и поклоняться другим богам». Вам придется выбрать, кому вы служите. Богу или мамоне. Да. Который и есть другой Бог. Да. Мы постоянно сфокусированы на Слове Божьем. Мы в этом, Джордж. Мы в нем постоянно. Когда я компоновал эти заметки, Господь сказал, чтобы я сказал вам, «Вам не нужны другие боги, когда у вас есть Я. Я обеспечу вас всем необходимым. Я выведу вас из долгов. Я помогу вам жить без долгов». Книга Иисуса Навина, 1-7. Там сказано, «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Аминь. Вот короткое свидетельство от Кеннатой Глории. У нас ни в чем нет недостатка. Ни в чем. В своем хождении в свободе от долгов мы ни в чем не нуждаемся. Слава Богу. Вместо этого все возможно верующего. Так. Все возможно. Слава Богу. Спасибо, что вы научили меня тому, что я искуплен от проклятия. Научили меня ходить в благословение Авраама. Да. Научили меня и Слово Божьего благословению Господнему. Благословению Авраама во Второзаконии 28, с 1 по 14 стихи. Спасибо вам за то, что вы учите нас и тело Христово этим вещам. Потому что сейчас есть так много людей, которые свободны, искуплены и целостны. Присылайте свои свидетельства. Мы с удовольствием услышим эти свидетельства. Ваши письма с победой над недостатком. Ваши письма с победой в благословении. Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя за то, что благословение Господне на нас. Благословение на нас. И куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, куда бы мы ни пошли, мы благословлены Мы благословлены В могущественное имя Иисуса. В могущественное имя Иисуса. Партнеры и друзья, спасибо вам за ваши финансовые семена, которые вы сеете в миссию Каната Копанда. Спасибо вам за то, что вы делаете, чтобы помочь нам донести Слово Божье по всему миру. Да, верно. И мы с Глорией прямо сейчас хотим кое-что сделать для вас. Мы хотим помолиться и благословить вас. Мы хотим по очереди прочитать Таразаконие 28 главу с 1 по 14 стихи, которые мы изучали эти последние 10 дней. И сейчас я ободряю вас принять благословение Господне, которое полномачивает вас процветать и преуспевать. Вы готовы? Приступаем. Я буду читать первый стих. Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которое заповедует тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен Ты при входе Твоем И благословен Ты при выходе Твоем Паразит пред Тобой Господь врагов Твоих, восстающих на Тебя Одним путем они выступят против Тебя А семью путями побегут от Тебя Аллилуйя Пошлет Господь Тебе благословение В житницах Твоих и во всяком деле рук Твоих И благословит Тебя на земле Которую Господь, Бог Твой, дает Тебе И поставит Тебя Господь народом святым Своим Как Он клялся Тебе Если Ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего И будешь ходить путями Его И увидит все народы земли, что имя Господа нарицается на Тебе И убоятся Тебя И даст Тебе Господь изобилие во всех благах В плоде чрева Твоего, в плоде скота Твоего, в плоде полей Твоих на земле Которую Господь клялся Отцам Твоим Дать Тебе Открой Тебе Господь добрую сокровищницу Свою Небо Чтобы оно давало дождь земле Твоей во время Своё И чтобы благословлять все дела рук Твоих И будешь давать взаймы многим народам А Сам не будешь брать взаймы Сделает Тебя Господь головой, а не хвостом И будешь только на высоте, а не будешь внизу Не будешь внизу Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога Твоего Которые заповедую Тебе сегодня хранить и исполнять И не отступишь от всех слов, которые заповедую Вам сегодня Ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов И служить им Слава Богу Мы не будем служить другим богам Верно, верно Во имя Иисуса Мы благословлены Слава Богу Слава Богу Аллилуйя На следующей неделе будет учить Кеннет Обязательно присоединяйтесь к нему Это Глория Копленд и Джордж Пирсонс напоминают Вам Что Иисус